Российские оккупанты жалуются своим родственникам на фейки кремлевских СМИ о войне в Украине. В очередном перехвате, который обнародовала украинская разведка, захватчик рассказывает родственнику, что российские журналисты рассказывают неправду о ситуации в Украине. Захватчик указал на несоответствие информации о потерях российских войск и отметил, что, по слухам, армия Российской Федерации уже потеряла 80 тысяч человек. Вчера своим, в часть звонил, у нас 200-й пришел, пацанчик погиб. Контрактник тоже? Единственный был, который погиб. Зато по телевизору. Все, хуйня, все. Одно долго, одно долго. Бл***, аж бесит, аж неохота новости включать, смотри. Да уже люди, люди уже и не включают уже. Бл***, вот подвели там два БМП, там 5 БМП, там два танка, три танка, 300 ВСУ, наемников. Да, б***, вы скажите, сколько наших погибло за сутки, еб***, скажите. Да уже говорят, у нас в слухе уже 80 тысяч уже погибло. С нами на связи Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас, слава Украине. Героям слава. Вот мы только что послушали перехват. И как вы считаете, вот те, кто находятся в окопах, они уже понимают, что на самом деле происходит? И уже на них не действует пропаганда российская? Они знают о потерях? Да, действительно, много перехватов мы анализируем. Часть из них становится публичной, наиболее интересной с точки зрения внимания общественности, средств массовой информации, в том числе и общества на территории самой России, так называемой. И эти перехваты четко показывают, что как только оккупант попадает в составе оккупационного корпуса в Украину, то разрыв между реальностью и русским телевизором для него становится очевидным и огромным. И да, огромное количество перехватов, в которых оккупанты буквально кричат, находясь в окопах, о бедственном положении, о наступлении украинской армии, о проблемах с питанием, облудированием, амуницией, плохой подготовке к зиме, к проблемам с командованием и многими другими вещами. На другом конце провода не всегда есть понимание. То есть вот предыдущий разговор, который мы слышали, это разговор двух людей, которые приблизительно одинаково оценивают ситуацию. Но часто мы можем услышать там, допустим, мать или жену, которые говорят, нет, ну как же, у нас тут Соловьев и Скобеев абсолютно другие вещи говорят. Так вот, Соловьев и Скобеева врут, и это становится все более очевидным. По крайней мере, точно это очень, понимают, те мобилизированные, которые попадают сегодня в роли пушечного мяса на путинскую войну в Украине. Вспомним, да, шутку такую черную по началу войны еще, да, когда звонит сын домой, ему говорят, вообще по телевизору сказали, что у нас дочь, и поэтому мужчина, больше никогда сюда не звоните. Вот такой вопрос хотел вам задать. Советник мэра Мариуполя Петр Андрюченко в своем телеграм-канале сообщил, что оккупанты перебрасывают войска и тяжелую технику из Херсонской области на Запорожское направление. Вот они боятся за свой сухопутный коридор в Крым. Южное направление для них уже не приоритетное. Многие эксперты говорят, что в панике российские генералы и не знают, как разорвать вот эти силы и средства на два направления одновременно. В панике российское военно-политическое руководство и в том числе и российские генералы. Поэтому да, после бегства из Херсона высвободилась определенная часть резервов, и в том числе кадровых резервов и техники, которую уже сегодня очевидно перераспределяют. Но тех резервов, которые освободились, все равно недостаточно для того, чтобы остановить контрнаступление украинских сил обороны, освобождение захваченных русскими территорий. Недостаточно для того, чтобы изменить плачевный исход для русских и Путина собственно этой позорной войны в Украине. Но на определенные участки мы видим, идет попытка переброса. Украина внимательно отслеживает, и украинская разведка отслеживает все эти перемещения и готовится, и уже сейчас адекватно реагирует на новые угрозы на тех или иных направлениях фронта. Аналитики британской разведки считают, что потенциал РФ в Черном море может быть ослаблен из-за боязни угроз Новороссийску, где находится крупная база флота оккупантов и нефтяной терминал. Но и флот морских дронов, которые готовит Украина, ведь тоже может стать большой угрозой кораблям оккупантов. Чем они могут ответить на все это, кроме ракет по мирным городам? Как вы считаете? Ну, собственно, вы правильно сформулировали вопрос, и, к сожалению, в нем же и кроется ответ. Сегодняшняя Россия – это террористическое государство, и режим Путина – это террористический режим. И все большее количество стран в мире – парламентов, государства и международных объединений – это признают, причем признают официально. Да, действительно, Черноморский флот в том числе сегодня уже не представляет больше. Такой угрозы, которая была на начало вторжения с точки зрения высадки десанта. Хотя угроза все равно остается, но тем не менее в основном. Главное, чем они могут угрожать Украине – это, собственно, угроза мирным жителям, мирной инфраструктуре, в том числе энергетической инфраструктуре. Да, носители калибров в составе Черноморского флота – это угроза. И, собственно, эти ракетные удары по, в первую очередь, не военной, а гражданской критической инфраструктуре – это системный террористический акт, который и дальше реализовывает Путина. Такая угроза остается. Украина наращивает и систему противоракетной и противовоздушной обороны. Мы к этому готовимся. Но для всего мира становится очевидно, что Россия уже точно не имеет того господства в Черном море, которое когда-то себе присваивало, и продолжает использовать террористические методы в позорной войне в Украине. На брифинге Юрий Игнац, спикер воздушных сил, рассказал, что западные комплексы ПВО успешно справляются с российскими крылатыми ракетами, с теми же калибрами, о которых мы сейчас говорили. Но этих комплексов пока мало, и они постоянно маневрируют, так как враг пытается вычислить их местонахождение не только с помощью дронов и спутников, но и с помощью, как он сказал, русских агентов и отрядов Путина, которые ждут русский мир. Вот удается ли вычислять и задерживать вот таких добровольных помощников врага, и что такими людьми движет? Деньги? Я уверен, что контрразведывательные органы могут детальнее рассказать об этих аспектах, но, конечно, мы знаем, что и вражеские разведки, и спецслужбы работают, в том числе на территории Украины. И да, происходит задержание и коллаборантов, и прямых агентов. К нашему счастью, в каждом населенном пункте, ну, скажем так, все меньше становится тех людей, которые по разным мотивам, но видят какие-то плюсы в русском мире. И наоборот. Именно благодаря тотальной поддержке, массовой поддержке украинского населения, украинской армии, благодаря единству украинского общества, собственно, и разоблачают и агентов, и шпионов, и диверсионные группы. Поэтому шансов у них в Украине нет. Но, безусловно, это не повод спать украинской контрразведке, и поэтому активная работа продолжается, и все, кто виноват в работе на врага, понесут заслуженное наказание. Вот на ресурсе «Украинская правда» появилась информация со ссылкой на источник в силовом блоке, что у россиян заканчивается арсенал ракет. Их осталось, ну, примерно на максимум три массированные атаки. Вот Россия ищет возможности для поставки, уже несколько недель, для поставки иранских баллистических ракет и большого числа беспилотников. Если бы Москва могла оперативно обновлять запас ракет, то не искала бы импорта, говорится в публикации. Вы бы могли прокомментировать эту информацию? Да, это в целом корректная информация. И действительно, российская армия, путинская армия, бездумно использовала уже огромную часть своего ракетного потенциала, в том числе и современного высокоточного вооружения, только лишь на войну в Украине. Это, собственно, та армия, которая грозит всему миру и блоку НАТО. То есть на войну с НАТО, условно говоря, ракетного потенциала достаточного у России уже сегодня, если мы говорим о неядерных вооружениях, в достаточной мере нет. Пополнить запасы также они не могут. И производственные мощности не позволяют в необходимом количестве ни Калибры, ни Искандеры сегодня русскими изготовлять. Поэтому, да, действительно ищут альтернативы. Альтернатив в мире не так много, кто готов работать с путинским террористическим режимом. И тот же Иран, который мы знаем, и весь мир это видит и зафиксировал, есть факты сотрудничества, передачи партий дронов и попытки крупноузловой сборки тех же иранских дронов на территории РФ. Но, тем не менее, это передача и самих дронов, и технологий. Что касается ракет, были предварительные договоренности. Но сегодня, видя ситуацию на фронте, в том числе, о том, что украинская армия побеждает и освобождает захваченные территории, о том, что ситуация, коалиция антироссийская и проукраинская на самом деле не ослабевает, а наоборот, новые инструменты, новые формы получает. И Иран сегодня уже не спешит с передачей баллистических ракет. Хотя, понимая, что это и для него определенные угрозы, и в его регионе в том числе, и касательно санкционной политики, но сегодня украинская разведка, Украина и весь мир внимательно следит и изучает за развитием событий и касательно иранских ракет также. Вот, по-вашему, почему России разгоняется информация, что украинская армия не сможет воевать зимой? Вот даже глава Пентагона Ллойд Остин признал, что украинская армия более готова к действиям зимой, чем российская. Вот в том числе и благодаря, конечно же, поддержке США. Как вы считаете? Ну, в российской, российские средства массовой пропаганды много фейков различных разгоняют. Мы слышали какие-то и про боевых комаров, и про наркотики, и про американцев, и поляков, которые тысячами воюют в украинской армии, и много другого бреда. Поэтому как-то объяснять и готовить себе какие-то альтернативные сценарии, работать со своим обществом, объясняя, почему они уходят с Харькова, с Кельсона, с других направлений, из-под Киева, ну, наверное, они и дальше будут это делать. Нам надо делать и готовиться по-своему и к своему. Да, зима будет сложная, зима будет очень сложная и для мирного населения, и для сил обороны. И Украина это осознает и готовится. Да, в том числе совместно с нашими союзниками и партнерами. Украина сегодня готовится и в энергетическом плане, и в военном плане, и что касается бундирования и подготовки к зимнему периоду наших военных. И да, действительно, в том числе независимым оценкам, в целом украинская армия сегодня готова в этом плане лучше, чем оккупационный корпус русских, который находится все еще пока на нашей территории. А что они говорят, ну, практика показывает совершенно другое. И те же перехваты, и те же свидетельства российских военнопленных, которые оказываются у нас в плену, говорят совершенно об обратном. Вот издание The Guardian сообщает, что по информации от жителей Херсона, оккупанты сжигали тела своих погибших товарищей. И предположительно, делали они это на одной из свалок на окраине города. Вот к этому месту россияне запрещали местным даже подходить близко. А как вы считаете, зачем они это делали? Чтобы не платить компенсацию, не усложнять себе логистику, или чтобы скрыть реальные цифры? Я думаю, что все перечисленные вами факторы могли быть, но факт остается фактом. Это не единичный случай. Очень часто, когда русские оккупанты не стремятся, не забирают своих убитых с поля боя, и также от начала полномасштабного вторжения не единожды мы имели информацию о том, что не просто не забирают тела, а даже утилизируют тела убитых для того, чтобы они не попадали домой. Вопрос к русским, к российскому обществу, как долго они собираются терпеть и будут терпеть. Это издевательство над собой. Ну, пока терпят. Посмотрим дальше. В оккупированном Крыму не только готовят оборонительные сооружения, но и пытаются улучшить показатели мобилизации, которые вроде бы отменили. Для этого там начали вручение повесток под подпись. Хотя и заявлялись в России, что мобилизация закончена. Какая вообще сейчас ситуация в Крыму? Как вы считаете, пришло к оккупантам понимание, что им придется оставить полуостров, скорее всего, в ближайшем будущем? Крым готовится к освобождению и возвращению в родную украинскую гавань. И об этом свидетельствует очень много вещей. Мы видим лихорадочные сооружения новых линий обороны, констатируем и фиксируем отъезд семей российских, высокопоставленных чиновников и военнослужащих с территории Крыма. И также многие другие факторы. Я думаю, что сегодня российское военно-политическое руководство и в том числе региональные оккупационные власти понимают неизбежность финала. Крым вернется в Украину, как и все оккупированные территории. Жест доброй воли, который был показан в Херсоне, я думаю, успешно может быть повторен и в Крыму. Понимая, что финал будет один и тот же. Украинские силы обороны готовы и будут освобождать всю украинскую территорию. И в том числе огромное количество населения, местного населения Крыма с радостью ждет возвращения украинской армии, законной украинской власти. И уже сегодня помогает Украине для того, чтобы этот сценарий реализовался как можно быстрее. Детали мы пока не будем обсуждать, чтобы не срывать определенные операции, не подвергать лишний раз угрозе людей, которые нам помогают. Но поверьте, эта работа носит массовый характер. В российских телеграм-каналах появились слухи о том, что обсуждаются слухи, что есть уже какой-то вариант ухода оккупантов из Энергодара. Вот вчера в нашем интерьере один из экспертов, говоря об обстрелах станции, высказал мнение, что разрушают и не то, а вот и разрушают так, чтобы нанести максимальный урон при возможном отступлении. Как по-вашему, оккупанты понимают, что станцию тоже придется скоро оставить? Или пока все это вот на грани слухов? Ну, мы можем сегодня с вами констатировать, что всю эту интересную информацию о том, что русские готовы уходить с Энергодара и оставить запрос к этому станцию, разгоняет в первую очередь российские военные телеграм-каналы. Тезис интересный, правильный. Если они обкатывают это, например, для того, чтобы узнать реакцию своей аудитории, ну, пусть узнают. В общем-то, идея хорошая. И оставить Энергодар и уйти из ЗС – это, в общем-то, правильное единственное решение, которое может принять сегодня российское военное руководство. В том числе и Энергодар будет освобожден, безусловно. Но освобожден не потому, что мы прочитали об этом из русских военных телеграм-каналов, а потому, что будут успешные действия украинских сил обороны, которые либо освободят, либо вытеснят, как это произошло в Херсоне, оккупантов из населенного пункта. Финал будет один. И что касается запросской атомной станции, то это очень важный объект, объект ядерной безопасности. И, безусловно, альтернативы, как возвращение законной украинской власти, для того, чтобы возобновить безопасность, ядерную безопасность этого объекта сегодня не существует. В Беларуси больше тысячи солдат срочной службы направили в силы спецоперации. Об этом сообщает издание «Белорусский ГАЮН». Всего, по их информации, Минобороны страны собираются набрать около 10 тысяч призывникам. Есть ли у вас данные, зачем вот это делается сейчас? Белорусская армия сегодня, если мы постоянно анализируем и говорим о потенциальной угрозе страны Беларуси, сама по себе белорусская армия, которая сегодня, это 44 тысячи человек, безусловно, не может исполнять поставленные Путиным задачи. Поэтому, возможно, и таким образом давлению Путина поддаются, и есть определенная работа по увеличению резерва и численности. Понятно, если увеличивается численность, то в первую очередь логично, это подготовка тех частей, которые могут задействованы быть в штурмовых действиях, в наступательных действиях. Поэтому, да, в таких цифрах есть логика. Но говорить о том, что сегодня готовится, вот в ближайшее время нападение со стороны Беларуси нет, Украина внимательно отслеживает ситуацию, оценивает ситуацию и готовится к разного рода сценариям. Очень надеемся, что самоубийственный шаг для себя армия Беларуси не совершит. Спасибо вам большое за ваш комментарий, за вашу экспертную оценку. Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, был в нашем эфире. Спасибо.